Так, из тех, которые вообще очень непонятны как инструменты, это пимак, дудка североамериканских индейцев, делает это белорусский мастер из Борисова. Увидел я его по телевизору. Нашел его, в общем, приобрел. А он делает много разных еще инструментов. У него таких инструментов, видите, такой формы достаточно много, и его есть окарина деревянная, она лежит вон в край. Поэтому он делает и железные дудки всякие, но сам факт, что видите, белорусы робят не только белорусские инструменты. Поэтому его вот тоже пимак. Получается, мы сейчас к индейцам, да? Все время хотелось идти, взять палку и заиграть. Тоже, видите, нет отверстий. Там, если была басовая, бертоновая, то это получается не басовая, а просто дикакус. Но палкой понятно, что разрезано. Это и Россия. А тут мне и Беларусь. Вот. Инструмент, который в рамке, все время спрашивают, чему? А это кость волка. Это инструмент ритуальный. Мастер, который сделал, говорит, если хочешь, чтобы волки пришли, заиграй в этот инструмент, придут волки. Но зачем нам волки? Их так хватает. Поэтому мы взяли в рамочку, как не дай бог, потому что мы не думали. Значит, здесь у нас Дуда, Дионис Сухи. Этот инструмент 199-й по счету этого мастера. Его инструменты в музеях народов мира. Поэтому очень известный мастер. Ну, сейчас, если тоже на ней долго не играл, ну, может быть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, видите, инструмент повисел, а рабочий. Поэтому это говорит о том, что мастер высокопрофессиональный, делает все очень грамотно. У нас это висит Дуда Белорусская, Виктор Кульбин в университете культуры работал. А это Гайда, это Болгария. И здесь была не вот эта куртка детская, я скажу почему, а коза, настоящая шкура козы. И мастер, который продавал тогда, она стоила 450 евро, когда я ее брал. Он говорит, возьми две козы. Я думаю, зачем мне две козы? Я такие деньги отдал. А я приехал, она повисела, коза, высохла. Я думал, ну, лопнул. Думаю, мы же тебе гроши отдал. А Саша с Лидой говорит, Иван Иванович, не переживайте. Он взял детскую куртку обычную. Сейчас они уже не спают. Может, лет 15 уже, она не портится. Потому что если бы была кожа, надо за ней, видите, ухаживать. Каждый инструмент. Ну, а личится, что Дуда вообще как бы сакральный инструмент. Говорят, что когда Дуда играл, то как бы женщины потом детей имели. Так что, если у кого что будет, это нельзя. Это у нас тибет, тибетские чаны. А это Непал. Поэтому есть информация о том, что японцы решили замерить царь-колокол. Не доезжая до Москвы 40 километров, датчики стали зашкаливать. Когда они приехали на территорию Кремля, каждый сантиметр колокола излучал мощную энергетику, в которой гибли микробы, холеры, чубы, тифа. Вот откуда информация, что наши предки прятались в храм и звонили в колокола. Сейчас бы нам самим тоже позвенять, да, в колокола. Но видно, что металл не тот. Был мне специалист, который сказал, здесь должно быть серебро, золото, около 7 металлов, сплавы. А есть ли здесь серебро, золото, не скажу. То скажите, бутафорские показывают. Ну и есть у меня гонг настоящий, который сделал Стив Хабок, это Англия. Какие тарелочки, что я... А, колотушка же осталась там. Там не осталась. Сейчас.